Спортивные кубки мокнут под весенним дождем и терпеливо ждут своих обладателей. Пасмурная погода и осадки точно не повлияют на боевой дух участников большого спортивного праздника. Войнаслужащие войск Национальной гвардии стремятся всегда находиться в хорошей физической форме. И в свободное от службы время отправляются на тренировки и в спортзалы. Спорт, я, конечно, за спорт всегда. Спорт – это наша жизнь, движение – это жизнь. Нужно двигаться, нужно совершенствоваться, нужно готовить к себе, к будущему. Ну и физические данные, они очень нужны нам для выполнения наших задач. Александр питает слабость командным видом спорта, любимые направления – баскетбол, а также силовые дисциплины и упражнения на выносливость. Что касается службы, то на плечах Александра лежит ответственная миссия. Он обеспечивает безопасность и пропускной режим на заводе «Авангард». Это очень большая ответственность – иметь государственные погоды на плечах, нести ответственность даже в период службы и даже в быту. Даже идти домой по форме – это великая честь, должна быть для каждого офицера. Соревнования военных, посвященные юбилею «Динамо», в очередной раз доказывают важную объединяющую силу спорта. Офицеры, прапорщики, сержанты, военнослужащие по призыву, вне зависимости от звания и количества звезд на погонах, сменили военную форму на спортивную и отправились за главными трофеями соревнований. Физическая подготовка и спорт, она занимает важную роль в подразделениях Росгвардии, способствует успешному выполнению служебно-боевых задач военнослужащими по предназначению. В целях популяризации спорта, здорового образа жизни военнослужащих, сплочения коллектива в целом. В спортивном многоборе приняло участие порядка 300 военнослужащих. Лучшие спортсмены команды определились в семи дисциплинах. Перетягивание каната, мини-футбол, баскетбол, гири, подтягивание прыжки в длину и шведская эстафета.